Проехали мы от Тюкаленска примерно 10 километров, сейчас я посмотрю точно километровый столбик И вот здесь, где была гора, мы ездили в прошлом году, такой бугор был, предупреждающий знаки Сейчас опять сделали аппендицит Здесь же, конечно, покрыли новым асфальтом, а вот здесь мы уходим в объездной карман Выравниваю здесь дорогу И вся гора здесь была из-за этой вот трубы, которую, видите, положили Здесь был такой холмик, так скажем, нежно назвать его Сейчас его сравнивают Завезли грунт со щебнем перемешку Предварительно, конечно, подушку сделали песком Подняли Я думаю, что в этом году его должны доделать И будем мы уже ходить без всяких проблем В принципе, и сейчас проблем никаких Объездной карман сделали, нормальный асфальт положили Но, тем не менее, неудобства небольшие есть Без этого не бывает А километровый столбик я уже вижу впереди Сейчас я вам скажу точно, уже на каком это километре ведется строительство Небольшого участка дороги Так, 499-й километр Значит, отсчитываем километр назад На 498-м Да, на 498-м у нас Как раз вот этот участок длиной С километр Ну и самая-то главная опасность в том, что Вы видели дорогу узкая Этот объездной карман И не дай бог Кто в этом кармане сломается То тут объехать его практически невозможно И вот это может создать трудности В движении на Омск Ну, также, если и в другую сторону Там идентичная параллельная дорога То же самое Так что, по сути Местечко, так скажем, непредсказуемое А ведь вы знаете, что машина Она всегда ломается в таких неудобных местах Но у нас-то трудяга новый Нам переживать по этому поводу не стоит Хотя никто, как говорится, не застрахован Въехали мы в поселок Бекишево Точнее, мы не въехали Оно от трассы метров в 200 находится Это у нас 535-й километр И казалось бы, для чего здесь ограничение 60 километров в час Непонятное Своя вышка чуть ли не радио, наверное, местное Смотрим, одна улица Вытянулась вдоль дороги На выходе здесь вот был магазин Это я помню Сейчас это здание Вот оно Никому не нужное Стоит без окон, без дверей Что-то ни одного жителя не видно Наверное, все на работе Заправку сделали За ним в сторону Омска Вот заправка и стоянка Два в одном Называется СИП-тракт На бетонных плитах, я смотрю, выложено Ну а дальше здесь пожарный водоем Я так думаю Искусственно вырытое озеро В котором летом можно покупаться Ну ничего, как-нибудь заедем На эту стояночку Переночевать посмотрим В районе Ивановки Открыли новую стоянку Написано Кафе Баня Душ Все это у нас находится на 547-м километре Сам не заезжал, ребята Стоянка недавно Может быть, кто был Напишите в комментариях Будет даже интересно послушать информацию А вот уже у нас и второй реверс На трассе Тюмень Омск Это как раз на 555-м километре Ух ты Три пятерки Счастливое число 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 Только осталось от него заброшенное здание, на котором написано «Колодцы» и номер телефона указан. Ну и уже знакомый нам Курило Трансавто, состоящий на постаменте Урал-Зис. Да, Красный Яр – это рабочий поселок, был основан в 1752 году, и население составляет 5 225 человек. По всей видимости, поселок небольшой, но тут за деревьями не видно, конечно. Есть здесь баня. Правда, давненько я в нее не ходил. Раньше стоило 150 рублей. Сейчас, не знаю, по-моему, подорожало 200, стал стоить. Ну а здесь позапрошлым уже году расширили дорогу. Сделали одностороннее движение на 589-м километре. У нас эта односторонка заканчивается. Переходим мы на встречную полосу, потому что наша полоса ремонтируется. И здесь продолжается расширение. А вот интересно, докуда оно сейчас пойдет. В принципе, здесь до весовой осталось не так уж и далеко. Да, размах большой. Техники тоже предостаточно. Экскаваторов понагнали. Давно мы ждали, когда здесь будет расширение. А то движение было по полосам ни два, ни полтора. Эх, у нас тут пирамиды падают. Пластиковые. Лишь бы только на середину ветром не сдуло. Давно мы ждали здесь полноценной дороги. Как я уже и сказал. Раньше хоть и было по две полосы в каждом направлении, но они были достаточно узкие. И обгонять по ним, особенно фуру, было немножко проблематично. Приходилось одной ногой, одним колесом, левым наступать на двойную сплошную, чтобы безопасно разъехаться. Ну что, идут сдвиги. И в этом году улучшаются наши дороги. Так что жизнь-то налаживается. Я смотрю и дальше. Дальше ведутся работы. Теперь уже встречку расширяют. Я здесь вот под правое колесо раздавил. Раздавили весь асфальт. Он вон шлепками аж слетел. И ямки все глубже и глубже получаются. И я смотрю практически до весовой. У нас идет ремонт опять еще одни. Упали пирамидки под колеса. Или как их в народе кегли называют, да. Да, смотрите-ка прямо практически до весовой. Ну что, это радует. Значит, скоро будем здесь просто ездить в свое удовольствие по широким, ровным, новым дорогам. Да, он уже одна катается по дороге. Как я и говорил, ветром задувает ее. Но это-то не страшно. Она низкая. Ну что, сейчас нам нужно пройти весовую. И от нее останется буквально несколько километров до Омска объездной. Я думал, провалился, блин-то. Хлопнул как. Да, и, кстати, весовая работает. Сидят здесь весовщики. Ведется контроль. Чтобы никто не мог проехать незамеченным с перегрузом. Так, и что мы видим дальше? А дальше у нас тоже завесовой. По встречке снимают асфальт. И также нас в одну полосу загоняют. в принципе, и это правильно то что уж если делать ремонт делать капитально трассу расширять на то если в одном месте она будет широкая в другом узкой это будет очередное бутылочное горлышко и в нем как всегда будет набиваться много народа я сейчас выйдем на объездную нам ветерок то будет еще сильнее в такие-то и всегда там на поле сдувал а сейчас еще сильнее будет здесь тоже организовали смотрю очередной заводик по переработке щебня и стройматериалов для дорожного покрытия сейчас как по новым технологиям как-то еще перед асфальтом а сначала бетонируют а потом еще и асфальт кладут а вот уже и объездная поворот на федоровку и за деревьями мы сейчас увидим замороженное здание аэропорта то которую так который так и не достроили до осенью точнее весной когда еще листвы не было его было виднее а сейчас березки все закрывают да конечно зрелище не из приятных мертвые здания стоят без окон без дверей сколько денег здесь похоронено побежали мы по объездной до развязки на казахстан я смотрю за ней опять мы встаем очередной реверс ну как хорошо мы даже не остановимся потому что я смотрю уже пошло движение светофорчик наш зеленый весь вопрос том сколько он зеленый светит но они принципе все светофоры эти они регулируются в основном из будки который стоит рядом или из машины ну какие то может быть и по времени сами работают поочередно но в основном насколько я знаю чтобы регулировщику не стоять с палкой не махать все это управляется из будки вот и дошли и до этого моста разбирают капиталит вот на уже половину сделали то ли я давно сюда не ездил то ли мост так быстро отремонтировали давить предыдущий рейс перед болезнью я ездил сургут точно это уже получается почти два месяца меня здесь не было ну да за два месяца много вода утекло едем и по омска объездной я смотрю стоят самолетики легкомоторные здесь небольшой аэродромчик у них ребята заезжают на стоянку тут заправка и шиномонтаж но ветер сильный в такой ветер я не думаю что самолеты куда-то взлетают до новосибирска остается семьсот пятьдесят километров но это что-то старые какие-то данные потому что мой навигатор показывает 624 по моему навигатор мы не доедем до новосибирска буквально 20 километров все равно получается 650 они 750 добежали мы до конца объездной здесь раньше была дорога когда вот это объездной не было поднимались как раз вот здесь ребята на этот виадук и дорога шла она сейчас идет вдоль железной дороги это старая так сказать омская объездная но здесь уже у нас до боли знакомая дорога ездим мы здесь часто сейчас от омска до новосибирска пойдет в основном ровная но она конечно за воротами с плавными дорога но по крайней мере без всяких косогоров холмов подъемов и спусков очередная стоянка тонированным покрытием а с левой стороны строится очередное хотел сказать очередные складские помещения нет скорее всего здесь такие живут здания сервисы строят поскольку вот уже два здания стоят однотипные где ремонтируется автомобили в основном грузовые да вот здесь круговое движение колечко вот здесь опасное в плане того что оно небольшое и времени для маневров здесь мало ребята переезжают с места на место он думал здесь побыстрее поедет здесь просто машина идут когда из города или с круга выезжают не все включают поворотник поэтому вот когда сканя сейчас перекрыла движение вот и нам можно будет пройти свободно а так летчики летают всякие случай был у меня с другом тоже влетели ему в прицеп вот уже машина была далеко но из-за того что он на круг заходил на большой скорости избежать аварии не получилось а на мосту здесь ветерок-то еще сильнее я думаю опять такой ветер надует нам непогоду только недавно вчера шли да и сегодня тоже зацепили дождь и опять надувает непогоду